И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы проходим наш тренинг по специальному мануальному массажу в Академии Телесной Институтной Практики. И сейчас мы уже закончили массаж спины, массаж ног и переходим к массажу руки. Массаж руки делается в данном случае сзади, со стороны спины, когда человек лежит лицом вниз. И далее будет массаж рук спереди, когда человек лежит спиной вниз, лицом вверх. Соответственно, нам нужно, чтобы он после массажа был согретый, накрываем все необрабатываемые части тела в данном случае простынью. Желательно вообще сделать подогретые полотенца, но об этом я уже в прошлом курсе говорил, что можно использовать для накрывания. Оголяем только необходимую нам часть тела человека. Желательно, в данном случае плечо у человека открыто, но бывает как бы укороченная шея, плечо там поджато, мыши скованы. То тогда, чтобы не задевать его случайно за подбородок, попросим развернуть голову сюда. Таким образом у нас открывается трапециевидная мышца гораздо шире. И массаж производится в нескольких положениях. Первое положение руки, второе положение руки, третье положение руки, четвертое положение руки. И, как я вам уже говорил, у нас идет по сегментам. От сердца к периферии сегменты считаются, вторая часть – это уже плечо, дельтовидная мышца. Бицепсы и трицепсы – это вот третий сегмент, предплечье, ладонь, пальцы. А движения наши ведут все равно от периферии, наоборот, к центру, к сердцу. Так, ну вот, сразу приступаем к практике. Сейчас смажем. От общего к частному. То есть, мы сразу все смазали, быстро разогрели всю руку и перешли к деталям. Как вы знаете, мышцы плеча, они делятся на три пучка. Передний пучок, средний и задний. Соответственно, не забываем про это и массируем именно по отдельности каждый пучок. Пучок передний идет вот туда, впереди к ключице, крепится аж даже вот сюда. Там же еще раз снизу подходит малая грудная мышца. Про ее тоже не забываем, поэтому ныряем рукой прямо туда. Прямо туда, вот мягко ее вытаскиваем, расслабляем, разминаем. Разминательное движение также идем, видите, снизу вверх по пучку. Растягивающие движения, продольные. Теперь средний пучок. Я немножко быстро показываю, там вы уже смотрите по времени, насколько человеку нужно и насколько он заказал как услугу, либо объяснил в чем проблема. Потому что если есть какая-то индивидуальная проблема, то она решается дольше и более локально. Ну, например, часто человек не может поднять плечо и отвести руку назад. Это, соответственно, мышцы спазмированные будут. Ну, я сразу частные случаи рассказываю, да. Мы их находим. Они крепятся, ну, место крепления здесь. С этой стороны крепятся к бугру на плече. Плечо в данном случае имеется в виду кость. Дело в том, что в народе немножко есть такая путинница. Говорят, вот сумку поездил на плечо. Это имеется в виду вот сюда. Да, так в народе говорят, плечо вот здесь. Анатомический плечо – это вот эта кость. Вот отсюда, то есть, идет, да. А те, кто занимает спортом, они качают плечевые мышцы. Это у них вот эта часть плечом называется. Вот. Ну, в данном случае это к плечевой кости. Вот. Бугорок. Вы его можете найти. Вот он, видите. Примерно посередине этого, этой кости. Кости. Он находится. Так что мы… Вот эту мышцу, которая спазмирована, она будет, знаете, такая прям, как вот пальчик толщиной, примерно, как струна натянутая, да. Либо спереди она вот идет, там, с той стороны. То есть, мы ее нащупываем, глубоко проминаем. И дальше используем методы такие. Ну, во-первых, растирание ее, да, именно ее, этой мышцы. Глубокое проминание. Вот, например, я ее нашел, да, вот до сюда. Просто как пример показывал. Следующий прием – растягивание. Метод релизинга. Мы ее растягиваем вдоль и поперек. Это делается вообще медленно. Вот, зацепили за нее. И тянем вбок. Тянем, тянем, тянем. Такая миофасциальная техника, когда фасции распрямляются, растягиваются и выкатываются как бы из-под руки. Вот мягко так, видите. То есть, она как бы выкатывается сама и таким образом расслабляется. И еще один способ, четвертый получается, да, это точки. Прожимаем, соответственно, точки могут быть в месте крепления мышцы. Либо здесь, либо здесь. Чаще всего здесь. Либо в центре этой мышцы. Вот находим эту точку. Она болезненная, естественно, будет. Человек на это реагирует. Мы нажимаем на вдохе, вдох. И человек терпит, терпит, терпит. Потом дышит, спокойно дышит, расслабляется. И отпускает эту мышцу. Так, ну, это я частный случай как бы разобрал, да? А дальше, то есть, это может быть где угодно. Это может быть вот эта мышца, да? Это может быть вот эта мышца, ну, там, на ягодице, на икре, да? Просто как бы вот вам такой нюанс рассказал. Теперь отдельно вот бицепс мы снизу-вверх идем, да? Трицепс снизу-вверх разминаем. Разминаем на скручивание все плечо. Прям вот такими большими массивными движениями. Все ткани тела вот у нас обрабатывать. И так, снизу-вверх. Перекладываем руку вот так. Если он ее держит, да, то подсказываем, чтобы он ее расслабил. Так вот, потрясли немножко, да, чтобы он ее расслабил. Некоторые бывают прям так сковывают руку. Ну, и, соответственно, чтобы было удобнее, да? У каких-то столов есть такие подушечки, прилагающиеся, да, к столу. Где-то можно сесть, положить на колено. Либо с этой стороны, либо с этой стороны. Ну, я обычно вот на свою руку кладу. Ну, этого достаточно. Соответственно, место крепления к локтевым костям. Это все обрабатывается так вот, знаете, любовно. Каждую косточку. С этой стороны, с этой стороны. Опять проходимся по трицепсу, он как раз открыт. И очень удобно его обработать. И не забываем про скручивание предплечья. То есть, практически крапивка. Как помните, в детстве делали. Дело в том, что мышцы конечностей, рук, ног, очень любят скручивание. Они так лучше расслабляются. И целиком вот я скручиваю всю руку на растяжение. Видите, взял на растяжение, скручиваю и веду вот туда. Таким образом я ищу дополнительную лимфу. Помогаю лимфе быстрее стечь. Теперь разворачиваем руку практически вертикально. Насколько получится, да? Вверх. Чтобы она не сгибалась, можем перейти с животом. И здесь вот пальцами прожимаем три точки. Между жестом нашего пальца. Его пальцев. Раз. Два. Три. Это соответственно. Вот эта точка, да? Это передний пучок дельты. Вторая точка. Средний пучок дельты. Третья точка. Задний пучок дельты. Размяли и уложили мягкую руку. Чуть-чуть сорвнув в локте на стол. Если у вас не хватило масла, да? Ну, оно осталось на ваших локтях. Вы можете, чтобы ребят за флакончиком, да? Заполносится со своих локтей. Остереть масло. Дать вам понять, что мы, друзья, вот таким мягким движением. Ну, как бы, я не вижу, подсознанию человека, да? Несколько раз проходимся по ладони. Разглядая его пальчики. Ну, данный человек очень чувствительный. И поэтому мы, когда здороваемся, у нас, ну, там, совмещаются ауры, да? Вот наши энергетические каналы. И, как бы, мы даем подсказку, что все-таки мы не враги. Потому что дальше будем внедряться в тело человека. И условно делим по вертикали на две части руку, да? Внутреннюю медиальную и внешнолатеральную. Соответственно, вот бицепс опять прорабатываем. Опять снизу вверх. Опять на растяжение. На скручивание. И на вибрации. Трицепс прорабатываем на скручивание, на растяжение и на вибрации. Внутреннюю медиальную часть прорабатываем. Снизу вверх. Видите, я иду на скручивание. Насколько получится. Но если мышцы маленькие, да? То можно целиком сразу. Все предплечье. Внешнолатеральную мышцу. Мышцы, кстати, крепятся не на уровне сгиба, да? А нижние идут выше. Верхние крепятся вот тут ниже, да? Поэтому мы еще растягиваем сам локоть возле косточки. И скручивание. И теперь самое интересное, переходим к ладони. Одним пальцем растягиваем и растираем достаточно глубоко место крепления сухожилий, да? К ладони. А другим кулачком пополам как бы руку растекаем. Получаются такие два перпендикулярных друг друга движения. Далее кулачками разводим большие массивные мышцы. Вот эти вот, да? Ладони. Ну, в хирурпактике называется бугор Венеры, бугор Марса. Растираем, растираем. И прием куриная лапка. Если мы... Вот она работает на растяжение. То есть подогнули коготки, да? Лапа леопарда у нас такой вот есть прием. И у него куриная лапка расходится в разные стороны. Как раз у нас получается, все пальцы вмещаются в межпальничные расстояния пациента, а указательный палец вот с той стороны в сухожилия. Получается... Давайте вот так покажу. Вот они во все стороны разминают его. Перешли к пальцам. Все их дополнительно смазали. Это достаточно мягко. Пальцы, так скажем, любят некоторую грубость, поэтому зажимаем их между костяшками своих пальцев. Ну, я делаю сразу по два пальца, чтобы время не тратить. Растираем так достаточно плотно. В одной плоскости и во второй плоскости. То есть, как бы получается, по четырехугольнику. И далее вставляем руки так, чтобы его пальцы могли раскрыть нам ладони. Вот. Мы потенируемся. И теперь у нас мышцы ладони раскрылись. Вот места, откуда пальцы начнут расти. Их подробно проходим. Проходим все сухожилия внутри ладони. А бывает контрактура у некоторых людей. Это, соответственно, эти мышцы настолько укорочены, что они торчат прямо как струны, знаете. Их надо достаточно жестко и глубоко проминать. Так торчат, что человек даже не может палец разогнуть, ну, распрямить. Постоянно согнутыми пальцами ходит. Вот. Поэтому обязательно распрямляем их, растягиваем вот эти сухожилия, да. И проминаем глубоко. Тут же находится очень много пунктурных точек. Так же, как и на стопе, в принципе. Но мы не проходим китайский точечный массаж. Поэтому условно, ну, так схематично пронажимали какие-то точечки, да. По центру находится толстый кишечник. И в самом центре ладони это вот как раз рядом с игмовидной кишкой. Вот такая проблемная зона у человека, где скаловые массы, фекальные всякие слизи. Вот ее продавливаем. Сигналом является, если точка болезненно, значит, у него есть проблемы в животе. Если нет, значит, все нормально. И большие бугры ладони. Гипотенор и тенор. Теперь само запястье. Взяли его и, сжав кольцом между пальцами, растягиваем. Вот видите, оно как бы поднимается. Мы его дополнительно отдельно растягиваем. Не забываем промассировать с тыльной стороны. Об этом вообще редко кто-то думает и массирует запястье. И теперь на скручивание. Скручивание первое под 90 градусов. В одну сторону и в другую сторону. И под 45 градусов. Под 45 градусов мы продавливаем вот эти вот точки еще дополнительно. Раз, два, три. Ну, любой своей косточкой. Вот, например, вот этой, да? Раз, два, три. И вот здесь. Раз, два, три. Растянули. Дали, понятно, что рука расслабленно висит. И вот теперь делаем такой захват. Продеваем свои пальцы между его пальцами. И ставим на вот эти косточки. То есть чуть-чуть на бок. В первый раз, во второй раз. Вспомните внимательно. С этой стороны повернули. И в эту сторону. Первый раз раз. Развернули сюда. Можно слышать щелчки. Второй раз развернули в другую сторону. Чтобы прощелкать пальцы, да? Их можно просто повыдергивать. Ну, так с небольшим, вот видите? Со скручиванием. Либо по, чуть-чуть согнув, по диагонали вот так. Когда масло сложно обычно. Да, смотри. На сухие. Сложнее, конечно, да. Ну, смотри, насколько гибкие пальцы. Пианист. Щипать. Большой палец прощелкивается. Вот тут надо вот вставить вот сюда. Ну, вот у нас на сгибе, да? Свою руку. И дернуть на себя. Вот эту часть тоже на себя. А последнюю фалангу сгибаем по 90 градусов. И параллельно вот этой фаланги, да? Тоже выдерживаем вверх. Вот было даже слышно, да? Можно мягко пройтись, как мы с ногами делали, да? Вот по центру. Вверх. То есть мы уже возвращаемся. Уже все отработанную, отработанные клетки, лимфу, все уже ведем назад. Ну, можно вот так вот, уже такие сильные движения не делать. Это уже смотрите сами по своим затратам. То есть то же самое, что с ногами. На одну руку сколько времени дается? Ну, у меня обычно 5 минут уходит на руку. А там уже смотрите, какой человек заказал массаж. Уже может сначала заказать на полчаса, на полтора часа, на два часа. У меня 5, ну, максимум 7 минут на одну руку уходит. Вот. И дальше уводим вимфодренаж такой. Плотно зажимаем ладонь всю, чтобы выкатить из них кровь, да? И другой ладонью тянем достаточно медленно. Но я показываю, конечно, чуть-чуть так быстрее. Тянем. Расплющиваю руку об стол. Лимфу впаду, мышечную впадину, прям заходя туда. Второй проход кулаком. Здесь вот есть болевые точки возле круглых мышц. Старайтесь просто, ну, лишний раз на них острым нажимать. И можно третий проход сделать. Всей ладонью. Вот туда, 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 впад ключичную впадину. Точнее, надключичную впадину. Так, и теперь даем человеку понять, чтобы он расслабился. Разворачиваем руку, и предплечье, когда висит, когда пальцы полностью вниз, да, мозгу поступает сигнал, что, как бы, нет сопротивления от окружающей среды, да, надо полностью расслабиться. И мы дополнительно его еще прокачали. И смотрите, как вот мы качаем эту часть, а теперь подлавливаем под плечо, и в одном движении у нас получается вращение идет и плеча, и предплечье, видите. Вот 45 градусов за запястье потянули. И если мы две руки заканчиваем, да, опять же за запястье тянем вверх, по 45 градусов просим пациента опустить голову вниз и раскачаем голову, болтается, болтается. Все, уложили его в исходное положение. Итак, в этом ролике вы посмотрели великолепный массаж рук сзади, да, в следующем ролике. Мы покажем, как массируют руки спереди, когда человек лежит лицом вверх к солнцу. А с вами был Олег Голлап Гудвин. До новых встреч, дорогие друзья. Не забывайте поставить лайк.